Гуру Кабачан Гуру Кабачан Гуру это человек, который обладает реальными знаниями, который показывает реальность То есть в этом можно убеждаться много раз Естественно, все люди вначале, когда занимаются йогой, пытаются это проверить Это естественно, человеку не нужно во все верить Человеку нужно это проверить на своем, на собственном опыте И, в общем-то, Ишива тоже так же говорит Нужно верить, проверяйте, берите и делайте, и увидите Поэтому я, естественно, вначале проверяла То есть на свои какие-то медицинские знания Я так проверяла йогу с помощью медицинских знаний А теперь наоборот Если какая-то появляется новая идея То есть если это хорошо забытое старое Которое с Эрведой согласуется То я и могу заинтересоваться Но если это что-то совершенно, какая-то совершенно придуманная штука Современная То обычно со временем она исчезает Из поля зрения Обычно это химера, в общем-то То есть кому-то может это и нужно Но это не настоящее Я нашла своего учителя И у меня нет причины искать другого учителя Учителя, которые обладают настоящим знаниям, искренним знаниям Просто не хочется отнимать Не хочется искать другого Учителя, которые они учител По этой цели Мне это просто неиздево Я учител, что это как-то Как-то я думаю Это моя психия И это, что я думаю Что это, что это Наши значительные-то И что-то Ну, там есть Оррд-девые Узменивые Кам ты устиг Кам ты встил Виспах Кам ты высоте Кам-то Иег-то Иег-то Кам-то Поэтому я изменись в Шивас-центр, потому что я вижу, что они являются профессиональными людьми, которые являются милзивыми переродцами. И я думаю, что они не смогут уставить свою жизнь. Они помогут мне. Я думаю, что мне очень нравится, потому что я не знаю Шивас-центр. Поэтому не было не так, чтобы не было нечешно, чтобы не было, чтобы не было, чтобы не было, чтобы не было. И была шауба бриджи, когда, как, ну, как, не санатся, не издодавшись, но твое бриджи, которая помогает, это было первым, что, я думаю, что, если я с тобой, Метатами от одной, то есть снимигти мэржи, но не повлияло, а потом, как это раз. Откратно, как твое время, а также как-то, что будет это время, что-то проблема в изнутринатором. Как-то, скажем, по-другому, есть пути, которые были дают годы, и очень много лет. И есть пути, которые были дают, Продолжение не было так саращита, где-то довольно-девали результаты, и я очень понравился. Например, у меня была пусть, когда у кризы была, и я не позадал работу. В результате я не только обслуживала, но и у меня были команды из Калифорнии, из Сан-Франциско, и я увидел Йосемити. У меня была такая, когда человек уезжает, когда я был, он говорит, что, как это было, что-то нет. И так ситуация помогает, что-то приводит, что-то делать. И еще одна вещь была, что-то, 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 если человеку на то, что-то говорит, что-то, и только после того, ты знали, как это было сделать. У меня были очень важны, что очень много, я где-то училась даже астрологии, что-то там читала, но для меня было важно выбрать профессионала экстракласса с практикой, с очень большой практикой, потому что и чтобы это был русскоязычный, и чтобы это была очень большая практика. И Шива является таким профессионалом экстракласса, у которого хочется учиться. Второе для меня, что было очень важно, чтобы человек, который тебя обучает, он проверил эти знания на себе, и его реальная жизнь, ежедневная жизнь, это следствие успешного вот этого результата, потому что очень много людей, которые не сохранили свои семьи и рассказывают про счастливую семейную жизнь, которые все больные, рассказывают про то, как нужно здоровый образ жизни вести, и это всегда у меня вызывало только протесты, и мне даже не хотелось как-то в это вникать. Еще почему Шива? Потому что он следует древней традиции, не будет никаких собственных придумываний каких-то, потому что очень много течений, которые там недавно появились, и вот их выдают как уже эффективные технологии, и у меня нет доверия к таким предложениям. У меня есть небольшой опыт, и тоже там никакого результата не было, и я считаю, что это потому, что нет практики проверенной возможности проверить эти практики временем. И еще почему Шива? Потому что у Шивы есть талант преподавателя и оратора, и это очень важно, потому что то, что он обсуждает, рассказывает, почему он обучает, это очень глубокие вещи, и если их объяснять непонятно, то никакой пользы в этом нет, и невозможно извлечь из этого пользу. А то, что он подает материал структурно и в то же время понятно, это просто талант, потому что я в ведической астрологии учила, учила у разных людей, и не могла никаких шагов сделать, продвинуться очень-очень-очень умедленно было. Развитие Шивы — это просто большими рывками, шагами такими вперед, как будто бы ты садишься в поезд, и ты начинаешь в этом понимать, разбираться. И еще мне очень нравится, почему Шива-центр, потому что это очень разные преподаватели и целая палитра курсов. Ты можешь быть разным по уровню, можешь новичком быть, или можешь заниматься изучением астрологии, а можешь вообще не заниматься ведической астрологией, и можешь просто заниматься своими задачами какими-то, которые тебе нужно решить. Или ты можешь заниматься только аюрведой и начать с этого, и просто какие-то азы про питание, поменять свое здоровье, какие-то сделать шаги. И ты можешь начать с любого момента, с любого ступеньки, с любой ступеньки, и это очень привлекает. То есть ты не думаешь, о, боже, там люди занимаются 10 лет, вот я же не 10 лет, как, что я там буду, что я там буду делать. Ну и самое главное, то именно в центре Шива у меня лично в моей реальной жизни быстрые изменения произошли. И поэтому для меня это самый главный ответ, почему Шива и почему его центр. Мне кажется, мы все прикладываем какие-то усилия, только потому что ожидаем результат. Что, танк, с честно, Это и так. Я, как мы покинали в зиму, а так, как мы в машине стоим изоляю, где-то, Мальдива, мальдива, которая, и что-то, мы все-то, и что-то, где-то, что-то, что-то, И это то, что Латвия может создать высшим уровнем уровня продукта, который называется аэрвэйд, йога и так далее. Поэтому здесь есть качественные качества. Почему я занимаюсь Шива-сентром? Поскольку, если открыть YouTube, там очень много разных тем насчет йоги, насчет физических знаний. Но в то же время, четыре года назад, когда я на самом деле увидел, что творится в Шива-сентре, тогда я, это второй вопрос, почему я был в шоке, это то, что там люди очень профессионально занимаются. Поэтому я был очень удивлен, поскольку раньше мне казалось, что йога это такой простой человек, худенький, там вообще жира нету, сидит где-то на скамейке, полубедной, в каких-то трусах и так далее. И у нас тут разные йоги бывают, которые непонятно, чем там занимаются. Потому что порой это может быть звучит странно, но тогда это оказало на меня очень большое впечатление. Сколько действительно, и я понял, что йога это часть жизни, это такая жизнь и должна быть. То есть люди, которые успешны, они занимаются йогой. Такого у нас не было, и для меня это очень понравилось. И это было одним толчком, почему я начал ходить Ригу каждую неделю и продолжаю это делать до сих пор. Чтобы не было такого неуважения к людям, которые для многих являются гуру в их ведических поисках, в их интересе к ведической культуре. Но есть такая, я заметила, что есть такая мода на некоторых ведических учителей, которые слишком упрощают, может быть, ситуацию. То есть у меня есть знакомые, которые считают, что, послушав лекции ведические, что их жизнь изменится, если они просто уйдут с работы, будут сидеть дома в длинной юбке, готовить, дышать маткой, готовить вкусную еду и вдохновлять мужа, стать миллионером. Но, как правило, такие эксперименты с уходом с работы и сидением дома не заканчиваются теми ожиданиями, которые перед собой эти люди ставят. Хотя, вроде бы, все правильно, а вот результат другой. И складывается впечатление, что компрометируются ведические знания, кажется, что это что-то совсем непрактичное, в нашей жизни неприменимое и зачем тогда. А у Шивы ведические знания соответствуют здравому смыслу. И вот советы, которые Шива дает, они не приводят к какому-то такому результату. Они тоже говорят о том, что вот дхарма женщины, там, быть женственной. Вроде как, будь женственной, и у тебя все проблемы решатся. Они рассказывают, например, о каких-то женских качествах. Вот, типа, развивай себе женские качества, и у тебя как бы все изменится. Но можно же это все до бесконечности делать. Этот процесс-то вечный, может всю жизнь развивать эту женственность. А в жизни-то ничего не меняется. Может быть, тогда не в женственности дело, а может быть, просто от каких-то других законов, там, кармических. Нужно, может быть, как-то поглубже копнуть. Вот. Просто я считаю в том, что... Мне кажется, что у каждого свой учитель. И даже у тех, которые интересуются ведической традицией, они, может быть, для себя выбирают, исходя тоже из своих требований, или задач, или готовности что-то менять, что-то делать. Потому что достаточно кому-то просто ходить на лекцию, там, раз в полгода, и когда приезжает кто-то в город твой, или какие-то лекции ВКонтакте слушатели, еще в открытом доступе, и просто на эту тему размышлять. И, может быть, что-то там менять, если как-то там складывается, и как-то там... А вот какая-то такая системная работа, да, чтобы это действительно работало, то таких людей немного. Но, может быть, это просто для разных людей, да, кому-то нужно просто хотя бы какие-то азы, кому-то надо поглубже. Но у Шивы построена вся система, она построена по пунктам, просто вот делай раз, делай два, делай три, получишь результат. При этом она основывается на источнике, не на каких-то придуманных, да, вещах, а на источнике, я не знаю. Потому что поэтому все так и работает. Да, я попробовала первый раз, делайся, что там рано, решила. Ну, тогда, может быть, наверное, это неосознанно, да, что-то. Я не знаю, почему, но причинную люди не знают. Я в разных странах занимаюсь, в той стране, в которой я живу сейчас. Занимаюсь и понимаю, что у него, в центре, и у него у самого, я добросовестникам, амадия, асамам, чему-то. Я не знаю, почему, как ему это удается. Даже вот вроде бы пот течет, все уже, ничего не хочешь, но все равно почему-то делаешь уже с начала до конца. Это такое. Перерыв был философией. То есть я не ходила на занятия. Большой перерыв, 20 лет. Но консультации я все-таки оставила, да. Приходила, консультировалась. Не понимала, вот теперь я понимаю, что это было мое восприятие. Ну, что мне нравится? Он иногда так рябкнет. Ну, рябкнет. Именно вот строго так это обижаешься. Что это такое? За что? Неужели нельзя поласкивать? А теперь понимаю? Поласкиваю. Нельзя с нами. Двоечник. И только вот 2-3 года пройдет, понимаешь вот ту фразу, которую он когда-то сказал, таким тоном, которым тебе не понравилось, что вот за ней как раз и стояло вот это вот, что нельзя и все. И не буду я тебя разжевывать, вот нельзя, нет. И начинаешь понимать, как классно, что он так строго рассказал. Во-первых, соблюдаешь то, что его рекомендации, то, что он строго рассказал. А потом понимаешь, как хорошо, что он сделал. Потому что если бы сказал бы он помягче, то пошла бы и сделала бы это. Вот и все. Тоже будет достаточно долгий ответ, но я постараюсь покороче. У меня были такие сложные отношения, сложный разрыв с мужчиной, из-за которого я хотела замуж, хотела от него детей. И после этого была долгая такая затяжная депрессия. И с этого момента я считаю, что это был очень значимый, очень важный момент в моей жизни. И очень важный для меня отношение. И очень здорово, что они именно так закончились. Потому что после этого момента, да, это было как падение на дно. И оттуда только вверх можно было. Дальше уже пути не было. А так как я с детства разговариваю с Богом не через церковь, а просто через вечерние какие-то молитвы, через просьбы, через пожелания. Он всегда мне подсказывает. Он дает какие-то книги, он мне дает каких-то людей. И я всегда стараюсь к этому прислушиваться. Если мне человек подходит, говорит, тебе это нужно, берет меня за руку и туда ведет. Я соглашаюсь. Следующим этапом уже было знакомство с Санечкой и знакомство через нее с Шивой и с центром Шивы. И это тоже легло как свое. То есть я пришла и понимаю, что да, здесь мое место. Потому что у каждого человека есть свои моменты. Для того момента мне подходил психолог, для следующего этапа мне подходили расстановки. А теперь я понимаю, что этого мне недостаточно уже, нужно что-то большее. И для этого этапа мне подходит центр Шивы. Очень подходит. И я очень рада. Наверное, ну уже там увидя и какие-то другие. Знаю, рядом с Шивой что-то происходит, какое-то волшебство. Ты просто чувствуешь это. Ты приходишь, ну там, ну например, даже если брать там месяц регулярных занятий, просто хотя бы видеть Шиву раз в неделю. И ты понимаешь, что жизнь твоя просто переносится на другой уровень. Происходят какие-то события. Ну если брать, ну, просто на материальном плане, да, что происходит. Просто жизнь настолько меняется при присутствии Шивы. Ну что, ну, невероятно, невероятно, да. И все и хомы, и процедуры, даже просто хатха-йога. Просто приходишь, позанимался полтора часа и ты понимаешь, у тебя жизнь. 180 меняется, происходят какие-то события невероятные, да. И нету аналогов в Шиве. Ну, там даже попробовав там разные центры, то все равно возвращаешься. и возвращаешься, и возвращаешься. И Шива наш гуру, наш наставник, и очень, очень прониклись к нему любовью, уважением. Очень, ну, ну, он молодец. Спасибо, что он есть. И за счет его знаний нашей жизни превращаются действительно во что-то стоящее. Вот, как бы, как бы не хотелось или хотелось, да, что как бы, и счастье реально, что мы живем в Латвии, что у нас такой доступ к этому на любую тему. Хочешь там какие-то вопросы, любой-любой вопрос, там открываешь лекцию, даже просто пришел, у тебя был какой-то вопрос, ты пришел на какую-то лекцию совершенно другой темы, и ты слушаешь, и все равно, но слышишь, там ответ получаешь, поэтому. А вопросов, ну, было миллион, конечно, сейчас уже меньше, но все равно, да, такой, Шива такой пинок, пинок всем. Ты даже если не хочешь, то еле-еле на эту йогу доедешь, или, ну, еще на какую-то лекцию, не хочу, нет, нет, я поехала. И приезжаешь, да, спасибо, какое счастье. Просто поклон в ножке за то, что, да, вот за эти знания. Спасибо, Шивис. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...